У нас загорание, третий мазутный бак, площадь возгорания 60 квадратных метров. Учения по гражданской обороне начались на ГРЭС, это первая тренировочная остановка. Несколько учебных точек, 16 единиц спецтехники. Нужно убедиться, что и работники, и администрация станции знают, что делать в чрезвычайной ситуации. Мы сегодня потренировали и администрацию по действиям, нештатным ситуациям, при угрозе для возникновения чрезвычайной ситуации, а также личный состав, который нацелен на ликвидацию данных условий. Следующая остановка учений недалеко от городской администрации. После небольшого совещания сотрудники МЧС, областные и муниципальные спасатели, специалисты по гражданской обороне отправляются на учебные точки. Это место сбора эвакуируемых убежища, передвижной пункт вещевого снабжения, передвижной пункт питания и мобильный пункт обучения по гражданской обороне. Появилась необходимость сделать мобильное обучение, то есть не привязываясь к учебному центру, курсам гражданской обороны. Необходимо в различных районах Ростовской области мобильно работать с неработающим населением. В Горгазе отрабатывают эвакуацию сотрудников организаций и их семей. На территории пункты регистрации и размещения эвакуируемых. Здесь создана комната матери и ребенка, и также имеется медицинский пункт для оказания помощи. Здесь созданы все условия для временного размещения. Оценили в ходе учения и убежища в подвале многоквартирного дома на проспекте Ермака. Здесь подготовлены запасы питьевой воды, туалет и набор для оказания медицинской помощи. Зам губернатора подвел итоги. Новочеркас с задачами по гражданской обороне справляется. В целом Новочеркасск справился с поставленной сегодняшней задачей. Но в рамках учения мы приняли решение о том, что мы по территории Ростовской области дополнительно проведем обучающие семинары или просто назовем их обучение с населением по вопросам гражданской обороны. Ко дню гражданской обороны по всей России в таких командно-штабных учениях задействовали порядка 11 тысяч специалистов и 1200 единиц техники. Даниил Мирошниченко, Александр Осняч, Первый Ростовский.